Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов летных пар и индексов на предстоящий день. 8 августа, вторник, и давайте начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим продолжение нисходящего движения в рамках краткосрочного таймфрейма, и на текущий момент мы можем отметить несколько сценариев. Первый сценарий является сценарием возврата уже непосредственно к покупкам. Для этого паре евро-доллар нужно закрепиться выше максимальные значения, которые были сформированы вчера, это отметка 1.1814. В свою очередь, если пара сможет обновить локальные минимумы и закрепиться за отметкой 1.1770, то тогда уже вероятно продолжение нисходящего движения с ближайшими целями в область 1.16. Пара британский фунт и американский доллар также снижаются, но напомню, что основная тенденция на текущий момент остается на укрепление, поэтому завершение коррекции будет наиболее интересным для присоединения по данной сделке. В данном случае нам необходимо дожидаться закрепления выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, максимум в области 1.3060. Если пара сможет закрепиться выше этих уровней, тогда уже вероятно движение в области 1.32-1.53, те цели, которые мы можем обозначить по максимальным значениям 3 августа. Альтернативность сценария будет в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были вчера, и тогда вероятность снижения уже в область 1.2945. На текущий момент наиболее интересным, как я уже сказал, остаются покупки по данной паре. Пара австралийский доллар, американский доллар также в краткосрочной перспективе снижается, приоритет также пока остается у покупок, но сигнал для начала покупок также должен быть. И одним из этих сигналов может быть обновление максимальной значения, которые были вчера, это отметка 0.7048, закрепление за этим уровнем, и тогда уже движение в область 80.58 будет актуально. В свою очередь, если пара уходит ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, то тогда уже вероятно продолжение коррекционного нисходящего движения по данному активу. Пара американский доллар, японская иена также на текущий момент находится в нисходящем тренде, который является основным, поэтому поиск ситуации в рамках часового таймфрейма на продажу здесь также остается в приоритете. В свою очередь, уже сегодня с утра мы видим, что пара закрепилась ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, это отметка 110.64, поэтому на текущий момент приоритет остается сценарию движения в область 109.90, в область минимальных значений, которые были зафиксированы на прошлой неделе. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара закрепится выше отметки 111.04, это максимальное значение, которое было 4 августа, и тогда уже вероятно продолжение коррекционного восходящего движения по данному активу. Пара американский доллар, канадский доллар также на текущий момент находится в восходящем краткосрочном тренде. Для того, чтобы вернуться к продажам, нам необходимо увидеть закрепление ниже минимальных значений, которые были вчера, это отметка 1.26.28, и тогда уже вероятность снижения в область 1.24, то есть к целевым уровням. В свою очередь, если мы увидим уход выше максимальных значений, которые были вчера, это отметка 1.27.14, то тогда уже вероятно продолжение восходящего коррекционного движения по данному активу. Пара евро-фунт продолжает укрепляться. Евро укрепляется по отношению к британскому фунту, поэтому на текущий момент основная тенденция остается на повышение с ближайшей целью в область 91.31. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, и пройдет отметку 89.94, это минимум, который был зафиксирован 4.08, тогда уже вероятно развитие сценария на снижение евро по отношению к британскому фунту. Золото на текущем находится в краткосрочном нисходящем движении, основная тенденция остается на текущем на укрепление, поэтому здесь важно отслеживать тенденцию внутри торгового дня. Сейчас уже мы видим, что золото пытается закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Если это удастся активу, то тогда уже вероятно продолжение восходящего движения в область 1273 доллара за тройскую унцию. В свою очередь, если золото уходит ниже минимальных значений в отметке 1255 долларов за тройскую унцию, тогда вероятно продолжение нисходящего тренда и уже движение в область 1240 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent на текущий момент находится в нисходящем движении в рамках старшего таймфрейма, поэтому для возобновления продаж необходимо дождаться ухода ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, это отметка 5157. Тогда в данном случае мы сможем вернуться уже непосредственно к продажам с ближайшей целью движения в область 4786. Отмена данного сценария и продолжение укрепления нефти произойдет в том случае, если нефть может закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы по цене 52.73. Эти максимумы мы видели вчера и тогда уже вероятно движение в область 54-58. Ну и индекс DAX на текущий момент находится в нисходящем среднесрочном тренде и также в рамках часового таймфрейма наиболее интересным являются продажи по данному активу. Но для того, чтобы получить подтверждение начала продаж, нам необходимо увидеть закрепление ниже минимальных значений, которые были вчера, это отметка 12226 и тогда уже вероятно снижение в области 12075. Отмена данного сценария и возврат к среднесрочным покупкам произойдет в том случае, если индекс DAX сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера, это отметка 12337. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под комментарием к этому видео. Если вам оно понравилось, то ставьте лайк и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо, хорошего дня и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok